Добрый вечер! Как всегда в это время в эфире телеканала ИТВ программа «Наши новости». В студии для вас работает Егор Зайцев. Прямо сейчас обсудим главные темы последнего дня рабочей недели. В Симферополе задержали группу из пяти человек. Их подозревают в вымогательстве полутора миллионов рублей у одного из крымских бизнесменов. 20 лет терпения и обивания порогов государственных учреждений. Сегодня дети-сироты получили долгожданное жилье в столичных новостройках. Сегодня наконец-то сбылось это наше ожидание. В Симферополе оперативники задержали пятерых человек. Их подозревают в вымогательстве. Накануне вечером силовики СОБР Росгвардии в районе улиц Русская и Батурина провели спецоперацию. По предварительной информации крымского МВД, члены преступной группы похитили бизнесмена, который занимался на полуострове строительством. Они вымогали у предпринимателя полтора миллиона рублей. Двое задержанных приехали в Крым из других субъектов страны на подработку. Следственные органы возбудили в отношении нарушителей уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Расследование дела продолжается. Сотрудники Следственного комитета, МВД и Федеральные службы безопасности Российской Федерации установили личности преступников, напавших на руководителя следственного отдела по Алуште. Правоохранители также вычислили заказчика совершенного преступления. Им оказался сотрудник Министерства внутренних дел по Республике Крым. Напомним, вечером 28 ноября 2017 года на руководителя следственного отдела по городу Алушта было совершено нападение. Преступники нанесли тяжкие телесные увечья, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту было немедленно возбуждено уголовное дело. В результате сложенной работы правоохранительных органов удалось установить местонахождение исполнителей. На тот момент нарушители закона скрывались в Москве. Сейчас они доставлены в Республику Крым и находятся под стражей. Кроме того, был установлен организатор данного происшествия, данного нападения на нашего коллегу. Им оказался сотрудник Министерства внутренних дел по Республике Крым. По данным следствия, обвиняемый, желая воспрепятствовать законной деятельности нашего коллеги в расследовании уголовного дела, решил совершить его убийство. Для этого он нанял двух мужчин, пообещав им определенное денежное вознаграждение. В настоящее время организатору и исполнителям предъявлено обвинение по статье 295 УК РФ. За данное преступление задержанный может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. У квартир в столичных новостройках появились хозяева. Дети-сироты и те, кто остался без попечения. Родители получили собственное жилье. Ожидание у некоторых длилось 20 лет. За это время дети стали взрослыми и у них появились собственные малыши. Как семьи будут обустраивать новое жилье, знают наши корреспонденты. Долгожданный момент – вручение ключей от собственной квартиры. Об этом событии многие мечтали не один год и даже не один десяток лет. Жилье совершенно новое в одной из многоэтажек района Луговое. Сейчас здесь возводят комплексный проект. В районе будут десятиэтажные дома и даже свой детский сад, что радует молодых родителей. Квартира хорошая, в хорошем комплексе. И я думаю, в дальнейшем все те дети, которые стояли на очереди, получат такие квартиры. Молодая семья Сабри Реджепова рада такому подарку судьбы. Несмотря на то, что квартира однокомнатная, они уже думают, где расставлять мебель. Мы ждали, конечно, этого долга с нетерпением. И сегодня, наконец-то, сбылось это наше ожидание. Большая радость для нас. Хотелось бы всех поблагодарить, кто в этом участвовал. Жилье приобрели за федеральные и республиканские средства. Более 51 миллиона выделено страной Крыму на обеспечение жильем этой льготной категории граждан. А из бюджета республики – более 20 миллионов. Сумму распределили между всеми муниципальными образованиями Крыма. В столице ключи от собственных квартир получили 7 человек. Кто-то ждал и 20 лет. И когда люди не специалисты, они говорят, а почему этому человеку 40 лет, и вдруг он начинает сегодня получать жилье. А мы говорим о том, что в другом правом поле, когда мы жили, этой категории детей жилье не предоставлялось. В этом году всего в Крыму осчастливили 59 человек. Они мужественно терпели и дождались своей очереди. Но новостройки, к сожалению, пока не ввели в эксплуатацию. Переезд придется на некоторое время отложить. Анастасия Донская, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. В Белогорске состоялось торжественное открытие памятника. Он установлен в честь работников пограничной службы, которые день и ночь стоят на страже порядка и безопасности страны. Сегодня их поздравили со знаменательной датой и вручили памятные благодарности. Детали мероприятия у Анны Волиной. Праздничное мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества. Ежегодно 9 декабря в России чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации и кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В этот день вспоминают нелегкую историю и славят именно тех, кто жертвовал с собой в тяжелом бою. Не забывают и о служащих в пограничных войсках, которые не дают врагу перейти границу на свою родину. В честь таких людей и установлен памятник. В их адрес звучат слова благодарности за доблестную службу и отвагу. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастья и удачи. Здесь будут ходить люди возле этого монумента, постоянно напоминая о том, что есть тихие труженики, незаметные границы, которые постоянно охраняют её. Эмблема пограничных войск и других органов пограничной службы Российской Федерации – это золотой орёл с распростёртыми крыльями, увенчанный короной, в левой лапе которого изображена держава, в правой – скипетр. На флаге пограничных войск собраны основные государственные символы страны, безопасность которой призваны защищать погранвойска. Инициатива установки памятника пограничникам возникла чуть менее года назад. В некоторых крымских регионах подобные мемориалы уже имеются. На этот раз дошла очередь и до Белогорска. Подумали и предложили, переговорили с нашим председателем, графом Владимиром Евгеньевичем. Почему нам не открыть? Значит, Нижнегорск поставили свой памятник, Ленина поставили свой памятник. А мы что хуже? Мы решили поставить свой. Ну, немножко переплюнули, конечно, потому что наш самый лучший. Казалось бы, установить памятник – дело несложное, но одной инициативы мало. В таком деле нужна коллективная работа, которая не обошлась без поддержки общественных организаций. Мое предприятие сегодня посвящено открытию памятника мемориала воинам-пограничникам всех поколений в городе Белогорск. Наша организация уже этим занимается много, ну, как много, 2-3 года. Организация молодая. Начинали мы с реконструкции могилы первого комиссара погранвойск. Сейчас установили вот этот мемориал в честь воинам-пограничников. Активное участие в установке памятника также принимали и сами виновники торжества – пограничники. Они находили время для содействия и всячески помогали. Открытие мемориала для них действительно знаковое событие. Пограничники первыми встречают врага на границах, ну и, собственно говоря, первыми отдают свои жизни. То, что сегодня памятник открывается именно в Белогорске, на территории Белогорского района, ни для кого, опять-таки, для жителей Крыма не секрет, что здесь проходили наиболее ожесточенные бои партизанских отрядов, многие из которых в своем составе имели именно пограничники. Торжественное открытие памятника собрало большое количество неравнодушных к воинской службе. Сегодня они здесь, чтобы возложить цветы в знак уважения к тем, кто мужественно боролся за родину и продолжает свой непростой путь. Отличившимся пограничникам вручили нагрудные знаки и пожелали успехов в их важной и ответственной работе. Анна Волина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Белогорск. Симферопольская специальная школа-интернат номер один отметила юбилей. 55 лет работы на благо крымских детей. Вот уже больше полвека педагоги посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в знаниях. Как отметила директор образовательного учреждения Любовь Бевс, несмотря на победы, перед коллективом школы стоит еще много задач. Педагогический состав, гости, ученики, а также почетные ветераны. В концертном зале Симферопольской специальной школы-интерната номер один практически нет пустых кресел. Повод, который сегодня собрал этих людей вместе – юбилей образовательного учреждения. Ровно 55 лет в крымской столице работает площадка, дающая путь в жизнь молодому поколению. Со словами напутствия перед учениками выступила ветеран педагогического труда Валентина Самодина. Вам предстоит укрепить свое здоровье, а это самое главное. Вам предстоит очень большая и длительная, и очень интересная, полная, самых красных приключений жизненная дорога. Поэтому цифра 55 для нас из каждого очень значима. Я всех вас поздравляю с этим днем, всем вам желаю успехов, здоровья, учителям новых начинаний, новых дерзаний. Со сцены концертного зала школы-интерната сегодня звучат поздравления и теплые слова благодарности педагогам за их нелегкий, но чрезвычайно важный труд. Помимо этого перед зрителями выступили творческие коллективы. Ребята исполнили тематические песни, а также порадовали публику танцевальными номерами. Особого внимания заслуживали сюжеты об истории образовательного учреждения, которые были показаны на большом экране. В Министерстве образования Крыма уверены – 55 лет – это только начало. Здесь растут дети, которые черпают не только знания, но и доброту и сердец наших педагогов. Потому что школа особенная, отличается от общеобразовательных другими условиями существования. Потому что это интернат, дети здесь пребывают круглосуточно. И поэтому нельзя не сказать о том, что в данных стенах учителя, педагоги, медицинские работники отдают частичку своего сердца каждому ребенку. Преподаватели не сомневаются. Их главная задача – разглядеть талант в каждом ребенке. Учащиеся Симферопольской школы-интерната номер один доказывают – крымские учителя справляются со своей задачей на отлично. Ребята принимают участие в конкурсах, занимают призовые места в Олимпиадах, а также стремятся к успеху, преодолевая любые трудности. Гордимся нашими учениками, гордимся нашей школой. Поэтому, дорогие ребята, уважаемые педагоги, я желаю, чтобы мы процветали и дальше, чтобы все у нас получалось. А в этом нам помогут наши дети, наши друзья. Наш учительский совет тоже очень важен, потому что хорошо, что он нам помогает, потому что он функционирует, и мы развиваемся тоже благодарим. Любовь Бевс отметила – особую признательность в этот день необходимо выразить педагогам-ветеранам. Благодаря их усердию и любви к профессии, образовательное учреждение будет развиваться и в дальнейшем. Их труд не пропадет даром, ведь на его основе школа-интернат начала свои первые шаги. Егор Зайцев, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. А мы продолжаем, далее вы увидите. Крымский этнографический музей стал площадкой, на которой историки расскажут детям о быте жителей полуострова в прошлом. Благодаря государственной программе Республики Крым по сохранению культуры и культурного наследия мы смогли реализовать этот проект. Сергей Аксенов вместе с Крымской Федерацией Футбола вручил лучшим тренерам благодарности, а также пообещал решить все вопросы в этой сфере. Сегодня в селе Каштаново из Симферопольского района около 12 часов дня перевернулся автобус модели ПАС, который следовал по маршруту Симферополь-село Кизиловое. Водитель транспортного средства превысил скорость, из-за чего автобус выехал с трассы и опрокинулся на обочину. В результате данного транспортного происшествия четыре пассажира получили телесные повреждения и были доставлены медицинские учреждения города Симферополя. Министр экономического развития Республики Андрей Мельников покидает свой пост. Этой информацией он поделился на своей странице в социальной сети Facebook. У меня, как у министра экономического развития Республики Крым, был крайне интересный и плодотворный год. Но по обстоятельствам, которые принято относить к семейным, я попросил Сергея Валерьевича Аксенова об отставке. Эта просьба была удовлетворена. Андрей Мельников будет находиться в должности до 21 декабря. О Крыме министр отзывается теплыми словами и благодарит коллег за сотрудничество. Свой пост Мельников занимал с конца декабря прошлого года. Крымский этнографический музей расширяет свои полномочия. Если еще вчера здесь хранились экспонаты и проводились экскурсии, то теперь сотрудники будут рассказывать о быте предков. Причем не на словах, а с наглядными пособиями. В Симферополе открылся детский центр на базе Крымского этнографического музея. Для него выделили отдельный зал, в котором построили настоящую русскую печь и мельницу. Чтобы украсить интерьер, заказали несколько десятков керамических кукол, которые изображают жителей полуострова в прошлом. Благодаря государственной программе Республики Крым по сохранению культуры и культурного наследия мы смогли реализовать этот проект. Потому что, если совокупно взять, то сюда вложено 820 тысяч рублей. За основу этой крымской площадки был взят центр, который устроен при Российском этнографическом музее в Москве. В Симферопольском, как и столичном детском центре, будут проходить интерактивные занятия, творческие мастер-классы и представления. Это поможет юным крымчанам лучше узнать историю и быть своих предков. В отличие от всех детских центров, которые сегодня в огромном количестве появляются, и мы очень рады этому, этот совершенно иной, особенный и уникальный тем, что, посмотрите, какая невероятная коллекция кукол всех народов, которые населяют нашу республику. В Крыму и раньше были этнографические центры. Однако, им не удавалось работать достаточно долго, ведь они были частными. Сложно выдержать конкуренцию с другими учреждениями. Этому будет проще, ведь качество работы не зависит от прибыли. Детский этнографический центр поддерживается государством. Никита Егоров, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Ко Всемирному дню футбола глава республики вместе с президентом Крымского футбольного союза поздравили тренеров главных команд премьер-лиги с достижениями в спортивной сфере. Кроме торжественной части была и рабочая. Обсуждали проблемы крымского футбола. 10 декабря отмечается Всемирный день футбола. К этой дате глава республики Сергей Аксенов и президент Крымского футбольного союза Юрий Витоха подготовили торжественное мероприятие. На нем обсудили достижения союза за два с половиной года работы, а также вручили грамоты благодарности самым заслуженным тренерам республики. Я считаю, что довольно неплохие результаты за короткое время добились. Конечно, на первом этапе было больше и спортплощадок, и тренеров с каждой минутой. То есть мы оттачивали не только мастерство, но и уже в профессионализме тоже росли. Однако, даже учитывая бурное развитие крымского футбола, надеяться на рейтинговую игру с материковыми футболистами нельзя. Все из-за запрета УЕФА на участие в российских чемпионатах. Остаются лишь дружеские матчи и местные соревнования, которые позволяют заинтересовать футболистов в улучшении навыков и спортивном росте. Благодаря слаженности ваших действий, зачастую в тяжелых условиях, без денег, вы сохранили футбол, сохранили футбол для Крыма, для России, не бросили ребят. За это вам слова благодарности и слова уважения. За то, что вы проводили такую работу, при этом, хочу сказать, что и правительство Республики Крым сегодня точно так же нацеливается на то, чтобы создать условия, прежде всего, для того, чтобы массовые ребята занимались футболом. Даже несмотря на серьезные успехи в футболе, у Крыма есть и проблемы. Одна из самых значительных заключается в том, что многим юношеским командам сложно добираться до мест проведения республиканских чемпионатов. У них просто-напросто нет транспорта. Однако уже в понедельник Аксенов ждет тренеров на прием, чтобы решить все вопросы. Никита Егоров, Петр Курцы, Служба новостей и ТВ. Трое детей и один взрослый были доставлены из Крыма в медицинские учреждения Москвы. Накануне пациенты, нуждающиеся в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной врачебной помощи, вылетели спецбортом МЧС России из Международного аэропорта Симферополь. Самолет «Сухой Суперджет-100» оснащен современным медицинским оборудованием и специальными модулями, которые позволяют следить за состоянием пациентов во время транспортировки. Аппараты искусственного дыхания, а также кардиомониторы делают возможным оказание экстренной помощи людям в случае непредвиденной ситуации. Более того, этим же бортом в Крым из Калининграда прибыл тяжелобольной ребенок. Он продолжит свое лечение в Республиканской детской клинической больнице. В полете пациентов будут сопровождать бригада врачей и специалистов Центра Спаса, бригада медиков ВЦНК защиты медицин-катастроф, будет работать психолог и два врача-неонатолога из Симферополя. Ну и, конечно, их детей будут сопровождать родственники. Это были главные новости сегодняшнего дня. На этом у меня все. В студии для вас работал Егор Зайцев. Желаю вам всего доброго и удачных выходных.